Баруха Та Адонай Баруха Та Адонай Но Тен Аторам Бешем Ишуа Машех Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, подаривший нам свою Тору и давший нам заповедь изучать ее. Мы благодарим Тебя, Господи, за милость Твою благодать, которую Ты дил в лице Ишуа Мессии. Амин. Присаживайтесь. Я пел. Вы знаете, вот, я не знаю, заметили ли вы, но я сегодня молитву пел. И я хочу вам отметить, что вообще в еврейской традиции молитвы поют. Молитвы принято петь. Они напеваются, вот есть баруха, есть определенные лады, определенные мелодии. И на эти молитвы они поются. Тору читают нараспев. И это все касательно нашего сегодня недельной главы Торы. Итак, вы помните, да, как у нас была еще одна песня, ну, в недалеком прошлом, нам песни строить и жить помогает, да? Она скучать не дает никогда. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Кажется, такие слова, но смысл в них тоже есть. Итак, почему же песня? Почему, причем здесь недельная глава Торы и песня? Почему поют? Почему песня? Недельная глава, которую мы сегодня будем разбирать, ну, не то, что разбирать главу, я буду комментировать, называется «Вайелех» и пошел. Это второзаконие с 31 стиха, 31 глава с 1 стиха и самую последнюю, 30-ю включительно. И в этой главе есть очень интересный момент. Моисей, Моше, который прошел уже путь, ему уже 120 лет, подумайте сами, 120 лет, он приходит из Шатера Откровения с Иисусом, Ежикошуа, Беннуном, сыном Навина, и Бог говорит, я хочу научить тебе песни. И эту песню ты должен дать народу. И народ должен петь эту песню, чтобы помнить, ну, чтобы что-то помнить. И я все время думаю, почему песня? Знаете, песня – это универсальность. У песни есть одна очень хорошая вещь – ее легко запомнить. Вы можете не знать алфавит, вы можете не уметь читать, вы можете быть не очень мудрым человеком по сравнению с каким-нибудь великим умным человеком, но вы всегда сможете петь. Кто знает песни с детства? Я думаю, что каждый в зале помнит какую-то детскую песню, ну, хотя бы от улыбки станет мир светлей. Мы были маленькие, нам не говорили, а ну-ка, давай запомни, научи. Мы просто услышали ее, запомнили, и потом понимаем, что в трудные минуты надо иногда просто улыбнуться, и мир станет ярче. Итак, с песней, вообще с песней по жизни, если мы посмотрим в Писании, там очень много вот такого именно с песней по жизни. И Мирьям, когда Израиль выходил из Египта, да, Мирьям подходит, и что говорит? Она начинает петь песню. Исход 15 глава, 21 стих. «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он коня и всадника, и его верну в море». И еще, ну, если посмотрим дальше, книга Откровений, Откровение Иисуса Ишуа Мессии, Иоанну Богослову, так называемому, там написана «Песня старцев». 24 старца, они поют песню новую, да? А посмотрим дальше, название самих книг, «Песня песней», да? Все тегелим или псалмы, они поются. Мы поем тегелим, мы поем псалмы, да? Очень важно. Песня, она помогает нам. Она, понимаете, она очень проста. Бог всегда стремится упростить нам жизнь. Он поговорит Моисею, запиши, возьми песню, выучи. Он не говорит, запомни все Писание наизусть. И пусть все, кто будет идти за мной, не запоминают Писание наизусть. Это мы усложняем, ну, Божью простоту, очень часто. Но Бог говорит просто, ребята, я дам вам песню. И эта песня поможет вам в будущем. Смотрим дальше. Вообще, Бог, Он дает вот этот, скажем, такой визуальный ряд, очень интересный. На Ёмке-Пур то же самое. Под звук шафара у нас как бы пробуждается память. Мы начинаем вспоминать что-то, да? День памяти трубных звуков. Это не Новый год, простите. Кто-то, ну, это уже традиция, Роша-Шана, Новый год. Роша-Глава, Шана-Года. То есть, глава года, что-то выше. Или по-другому. Ём-Труа-Газикерон. То есть, день памяти о трубных звуках. То есть, немножко другой контекст. И в этот день, когда... Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, и мы должны вспоминать. Вот этот звук, он помогает нам что-то вспомнить. Итак, давайте посмотрим дальше. Но перед... Знаете, сама песня, она будет в следующей главе, а тут есть небольшая предыстория этой песни. Вот представьте, Бог говорит вам, я хочу вам дать хорошую песню. Вот мне он говорит. Валентин, я там тебе хорошую песню про тебя. Вот теперь запиши ее и пой ее в будущем. И песня звучит так. Ты плохой, ты нехороший парень, ты в будущем уйдешь от меня далеко-далеко, и будешь сидеть и делать свои дела, а я возьму и уйду от тебя. Песня шикарная. Но именно это Господь сказал Моисею. Именно это. Он сказал, когда ты умрешь, и народ войдет в землю обетованную, когда вы войдете, вы отвернетесь от меня, и вы станете служить иным богам. И я, и я скрою лицо свое. А когда я скрою лицо свое, ну я начал без пяти двенадцать. А когда я скрою лицо свое, тогда, ну что, тогда все, ты вспомнишь обо мне и скажешь, неужели все беды и трагедии настигли меня, когда я, ну, потому что нету Бога со мной. То есть, кажется, песня не очень-то и хорошая. Но вы знаете, Бог логически, ну, не поддается человеческой логике. Очень часто в Писании, если мы смотрим на какие-то моменты, Бог просто идет вопреки всякой логике. Рэбе Шауль, апостол Павел, он говорит, что грех, он становится грехом посредством заповеди. То есть, пока месть Бог называет грех грехом, он говорит, вот это грех. И, ну, пока месть нету этой заповеди, ну, это люди не знают, что это неправильно. То есть, знаете, как на минном поле написано, не власть, там, мины, или там на электрическом щитке, не власть убьет. Так и эта песня. Бог, знаете, я тут записал, я вам зачитаю просто. Бог знает, что мы несовершенны и склонны нарушать свои обещания. Но он милосерден и долготерпелив. Несомненно, он справедлив. И он сказал, что тот, кто грешит, смертью умрет. Но при этом он любящий Творец. Он дал возможность избежать наказания через наше покаяние и принятие его совершенной воли. А она известна просто, чтобы каждый человек был жив и не погиб. И в этой истории мне вспоминается параллельно история одного человека по имени Голубь. Вы скажете, что же в Библии человек по имени Голубь, это Иона. Бог говорит Ионе, иди в Неневию и скажи Неневии, что Неневия будет уничтожена. Он идет, ну, правда, у него путь такой был извилистый. Через три дня, через, там, он на дно опустился, потом он поднялся. Но он приходит в Неневию, и он говорит своеобразную песню Моисея. Неневия, ты городом, ты будешь разрушен. И что происходит с Неневией? Неневия кается, да? И Бог отменяет приговор. То же самое происходит здесь. Знал ли Бог, что Израиль отступит от Него в земле обетованной? Знал. Знал ли Бог, что Он будет поклоняться другим богам? Конечно, знал. Он знает человека, понимаете? Не изменилось, ну, то, что сейчас происходит, ничего, то, что было, то и есть. Люди остались людьми. Наша сущность не изменилась. Декорации изменились, но мы остались теми же самыми. И сейчас, как в те же самые времена, мы совершаем неправильные вещи. Мы отходим от Бога, мы отходим в сторону, мы что-то делаем не так, понимаете? И наступает момент, наступает момент, когда мы смотрим на эту песню, и мы понимаем, как в тот будный сын, он вдруг пришел в себя и вспомнил, вдруг увидел, где он находится. То же самое с этой песней. Кажется, это негативная песня. Ну, сам себе поешь. Я обойду от Бога, я буду... Но это для того, чтобы человек понимал, что он может быть в такой ситуации. И каждый раз, когда он будет в такой ситуации, он может покаяться, и Бог простит его. Именно для этого Бог дал эту песню. Это песня для того, чтобы... Сейчас, секундочку. Это песня для того, чтобы мы, знаете, как купили Божье золото, которое никогда не ржавеет. Купили мазь вот эту глазную и начинали видеть. Мы должны видеть себя со стороны такими, какими мы есть. Мы можем, конечно, одеть на себя духовные рясы, придумать про себя. Знаете, особенно, когда там говоришь про Израиль, вот Израиль отступил, все говорят, как так, как же ты можешь говорить так? Можу, могу. Бог так говорит в песне Моисея. Но это не для того, чтобы, знаете, поставить в вину, а для того, чтобы обратить внимание и помочь. Он говорит, Израиль, я люблю тебя. Он говорит, ты будешь таким, и я знаю это. Ты можешь говорить сам себе, что все хорошо, жить старыми победами, забывать поражение, но это не изменит положение вещей. Ты далеко от меня, ты служишь иным богам. Но я помню завет с тобой и не оставлю тебя, даже если ты будешь далеко от меня. Вспомни, кто я для тебя, и возвращайся ко мне. И это путь шувы. Шува, когда ты поворачиваешься от старого к новому, ты идешь, потом повернулся и пошел к Богу. И шува – это алия, когда ты с этого низа поднимаешься наверх к Богу. Понимаете? То, что сейчас происходит, это 10 дней трепета. То есть трепета. Мы трепещем или как, знаете. На самом деле 10 дней раскаяния. Это время, которое дал нам Бог, чтобы мы могли остановиться на путях своих и вспомнить, кто мы такие, куда мы идем, кто наш Бог. Что мы для себя действительно представляем перед Ним. И Он говорит четко в этой песне. Вы оставите меня. И вы можете сказать, мы верующие Нового Завета, мы хорошие ребятам, и такого не сделаем. Рэбе Шауль пишет так. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским, через лицемерие жилосовестников, сожженных в совести своей. И там дальше Он говорит, что они будут делать, запрещать. То есть, если в то время человек, который действительно мы сейчас уважаем, считаем его духовным авторитетом, говорил такое, то сейчас то же самое. Поэтому Писание говорит четко, мы должны следить за собой, веря ли мы. Это очень важно. Очень важно быть честным перед самим собой. И если ты падаешь или спотыкаешься, или совершаешь где-то не такой поступок, это не так страшно. Почему? Потому что всегда есть выход. То есть, это страшно, сразу говорю, это не оправдание, но выход есть, понимаете? Бог говорит, я знаю, что ты такой, но всегда для тебя я даю выход. Есть выход, есть ешуа, есть покаяние, есть вхождение в новое. Оставь заднее, иди вперед, забывая заднее, простираясь вперед. Это время нашего покаяния, время, которое сейчас идет. И это время может быть всегда, все время, которое мы живем здесь, на этой земле. Время тшувы, время трепета. Поэтому написано четко, чем с трепетом совершайте свое спасение. И на этом я буду завершать этот комментарий. Конечно, хотелось бы больше рассказать, но я думаю, этого будет достаточно. Господь, мы просим Тебя во имя ишуа. Благослови нас своим благословением. И пусть мы будем, Боже, для Тебя ответом. Боже, ответом для тех, кто ищет сейчас Тебя. Кто является просто, кто сейчас вопияет к Тебе и просит, помоги мне, Бог. Дай нам быть теми, кто принесет Твою благую весть людям. Дай нам быть теми, кто сохранит веру, кто сохранит себя в чистоте и святости. Дай нам быть теми, кто поможет другому человеку, кто нуждается в помощи. Боже, пусть это время будет временем нашего созидания, нашего роста, роста в Тебе. Боже, пусть это время будет время открытых глаз. И мы начинаем видеть. И мы начинаем слушать. Не просто слушать, но и слышать. Слышать людей, слышать Тебя. Во имя ишуа. Мы благословляем Израиль в эти дни трепета. Мы благословляем Одессу, Боже. Мы благословляем всех евреев, кто Тебя еще не познал. И мы благословляем, Боже, наших братьев и сестер в общине и в других общинах. Да будут они просто успешны на Твоем пути. Во имя ишуа. Амин. 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 Продолжение следует...